Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Полис. Ух, об этом я и говорил в самом начале. Про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты. И, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародышевых. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажешь? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из Д-6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордерам? Ведь Д-6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро ста бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества Д-6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, Д-6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Ребенок обычный. Ха-ха. За мной. Обезьяну. Не, ну реально, так-то черный похож на обезьян. Но это же не черный тупо ребенок, моделька ребенка. Я понимаю, что они хотели прикрыть, типа, вот это, там, типа, вот это ребенок, типа, чтобы люди не парились. В процессе не, на шухер людей не поднимали. Но моделька-то почему ребенка-то я додого не понимаю. Ладно, так, ну, пробиваемся дальше. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, Д-6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к, ну, он в курсе. Блин, столько любовь деталям, вообще у разработчиков отличный, но почему? Почему ребенок? Не слово. Интересненько. В заключении официальной части слово предоставляется лидеру Красной Линии, товарищу Москвинову. Товарищи, товарищи, я не побоюсь этого слова, друзья, друзья. Мы и так же считаем, и так же считаем, и так же считаем, и так же считаем, и существу дыши. Справедливо, справедливо. Готовься, Артем. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей. Ура, товарищи! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана! Выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артем! Малыш! Ваш выход! Хватай его за бошку! Как ты это обычно делаешь? Сейчас просто такой перед лицом толпы черный. Че, ребенка испугался? Совсем ссыкло, что ли? Хе-хе, вот так вот. Давайте узнаем, что он там припрятал в рукавах. Так. Это мы, насколько я понимаю, от лица Артема в голове этого москвина. Ага, то есть идем вот так вот по его подсознанию. И куда же ведет этот тоннель? Власть с советом! Мир народам! Земля для людей! Грибы голодным! Грибы! Ха-ха! Оу! Так. Ээээ... Ладно. Рабочая крестьянская сырическая страна! Станция! Социалистические страны! Как раньше говорилось, хе-хе, социалистические станции. Может, в дверь надо, в какую? Товарищ москвой, вы должны меня поддержать, иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Оу! Так, отлично. Теперь мы шарахаемся по его воспоминаниям. Подсознание. Отлично. Нам нужно искать двери. Нужны двери. Ну, по-моему, они все одинаковые. Куда ни загляни. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Так, это Горбут его поды начал. Как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем. А, блин. Выпьем, брат. Отравлено же. Эх, блин, а хороший был мужик. Правил без крови. Как говорил сынишка. Ах, блин. Единогласно. Генеральным секретарем ЦК КПМ избран Москвин Максим Петрович. Поздравляю, товарищ Москвин. Петрович! Петрович! Выпускай меня отсюда, я понял! Я понял, что было. Я понял. Так. Он убил своего брата. Что смотришь так на меня глазами своими честными? Да. Грусть, печаль, тоска. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбун тебя сдал. А теперь меня за яйца держат. Из-за тебя! Вот кто во всем виноват, долбанный Корбут. Всех подставил, падла. Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения. А ты все равно. Прости. Так, хорошо. Неплохое путешествие по голове. Максимке. Что это? Что было? Я... Я вслух? Так значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил брата своего. Но Корбут... Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Т-6 штурмует. А там Вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководите. Прикошеки. Отзовите войска. Будьте укроплены, сволочи. Выиграйте. Здесь все ясно. Скорее. На вокзал. Д-6 мы не отдадим. За мной. Два. Понеслась. Рок-н-ролл, бэби. Ой, да ладно. Серьезно? Нифига на меня че напялили. Хе-хе-хе-хе. Ну тут меня, наверное, только танком брать. Хе-хе-хе. Спорт-танцы! Вперед! Анушка! Хе-хе. Черный. Все меня провожают. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я попрошу их помочь. Да. Он ушел. Он сделал, что мог. И ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями. С теми сестрами. С его матерью. И отцом. Пять часов ночи. Сижу, играю в метро. Круто, да? Хан. А, ладно. Куда вы меня тащите? Это будет жаркая прогулочка. Блин, передвигайся очень медленно. В этом всем. Ну, рассказывайте. Какова ситуация? Ну что ж, началось. Наступают с трех направлений. Бойцы. Ребята. Не буду долго говорить. Все вы профессионалы. И каждый из вас стоит пятерых красных. Так что просто сделайте свою работу. Как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта. К бою. Спарта. Понеслась. Порвем им. Все, что у них там есть. Так. Ох, сейчас повеселимся. Хан, ты, главное, свою голову береги. Ты стоишь 20 этих спартанцев. Наверное. Оу! Противогазы! Черт, подери! Жесть! Ой-ой-ой-ой-ой! Пацаны! Че творят-то! Где они? Покажи мне хоть одного! Так, ладно. Противогаз только зря сломал. Я думал, сейчас начнется био-апака опять. Так, а... Нет, это не то. Да. Оу! Нифига удар! Пипец! Артём, живой? Ну, вроде. Вынесите его отсюда! Я прикрою! Блин, вот это пекло! Я хоть одного убил! Да тащи меня пока я ни одного не убью хотя бы! Шлепаны! Ребята! Это война! В рот, компот! Ооо, жесть! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ну вот тут нормальная позиция вроде, более-менее. Ненавижу фонари! Она включает, блин, в лицо светит свои... Как тебе там перекрыть-то? Вот так вот, как-нибудь, что ли? Это не фонарь, это просто вспышки света. Все, отстрелялись, чуваки! Чуваки живы! Все, не все! Воу! Так, у меня тут есть что-то тяжеленькое! Что-то тяжеленькое! Как? Из чего бы мне стрельнуть-то так помощнее, а? Потяжелее, чтобы прям... Так, ладно. Немедля! Просто буду стрелять и расстреливать! Все, блин, нахрен! Мать вашу, все, вы надоели, блин, а! А-а-а-а! Вали их всех, ублюдки! Хе-хе-хе! Стреляй под танку! Вот это жаровня, блин! Вот это, да! Вот там сверху, вот эта ракета, мать тьет! Жопа! Жопа, блин! Так, просто так стрелять, это, конечно... Блин, надо хотя бы высветить одного. Голову ему засадить. Нам бы ракету! Вот, блин! Танки, танки! Патроны! Твою мать! Ладно, похоронят, будет не очень приятно. Так, я сломал им... Что-то сломал, я не знаю, что именно, но, блин! Задницу! Да ядрен батон-то! По колесам было! Да, интуитивно понятно, что надо стрелять по красному. Так. Бам! Бам! Ууу! Без танковых разделает, подарит! Тюх, ты ж, блин, а ух, нахрен! Отходят! Они отходят! Наша взяла! Отбились! Мужики, вы отбились! С рейнджерами не балуй! Внимание! Они еще не выдохлись! Да ладно! Сержант, доложите обстановку! Комбат, мы вытащили ранговик! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Есть! Так. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой! Вы мне пройти-то дайте, хорошо? Ооо, какая штука! Ха-ха! Хе-хе-хе-хе! О-о, что это? О-о! Шло все нахрен! Уууу! Салют, бэби! Да, человечество преуспело в уничтожении себе подобных! Это точно! Вот что автор, наверное, нам пытался показать и доказать! Хе-хе-хе! Уууу! О нет, о нет! Ой-ой-ой-ой! Ребята, у меня кончилась эта ерунда! Бум! Красота! Так, патроны мне! Будь они не ладно! Кончилась же! Прикольная штучка такая была, кончилась! Так, меняем, меняем! Не подпускайте их! Держите на расстоянии! Ооо! Живые щиты! Лезут же, а? Вот так вот им! Вот так вот им! Бам! Всех их закидать! Так, ладно! Еще у меня есть вот такие! Хе-хе-хе! Что за звук? Забогованный какой-то звук! Так, что у меня тут еще есть вкусного? Все вам покажу! Все расскажу! Так, все, это был звук рикошета! Огня! Общит! Хе-хе! Ну пипец! Ну пипец! Блин, какие, а? Жирные ублюдки! Будь вам не ладно! О, ближе подходите! Сейчас в лицо-то получите! Ой, блин, да ладно! Вот идут же, а! Паскуды! Все, мать его, было просто! Просто экономить патроны! Да сгорит и говно! Ну вот, кажется, справились! Молодцы! А, да ладно вам! Сколько вас там? Думал, до этого не дойдет! Но дошло! Комплекс заминирован! Приказ я отдал еще в полисе! Д-6 нам не удержать, это ясно! Остается взорвать! Ясный, командир! Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Вот пипец! Ну, ребята, ну вы же вообще! Это еще кто? Черт! И уже опять! Назад! О, черт! Охренеть, что мутят-то вообще! Ха-ха-ха! Занять помещение! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл! Тут уже только мертвые спартанцы! Прямо к серксам себя ощущаю! Какая непростительная трата человеческого материала! И ради чего? Глупое упрямство! Ну да ладно! Революция все спишет! О, кого я вижу! Целый полковник-мельник! Простите, почти целый! Артем! Время пришло! А тут кто у нас? А-а-а! Придкий молодой человек! Ну-ка, спаситель метро! И куда это мы ползем? А вот сейчас увидишь! Хе-хе-хе! О! Что? Артем! Уже не нужно! Фу! Класс! Нифига на мочи окна давали! Черные пришли! Помогли! И сдается мне это и есть та самая хорошая концовка! То есть... Был бы я не таким уж и добрым ко всем! Наверное, я бы все-таки подорвал все это! Но, как видно... Пришли черные! Вау! Класс! Ульман погиб! Как и большинство спартанцев! Мельник выжил и теперь возрождает охрану полиса с кресла каталки! А хан просто исчез! Как-то он сказал мне, а что если этот маленький черный, последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти? То, что черный вернулся и привел с собой своих... Может, это и есть помилование? Мне, ордену и всем нам, забившимся в метро! Луч надежды в нашем беспросветном царстве! Мы уйдем, Артем! Так будет лучше всем! Но наступит день и мы вернемся! Я уже тоже буду большой! Прощай, друг! Давай, дружище! Ха-ха! Да, откровенно! Трогательная концовка! Черные ушли! Но я знаю, что мы обязательно встретимся еще! Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти! Может быть, мы заслужили прощения! Вот и подошло к концу наше путешествие, прохождение Metro Last Light. Оно было, конечно, крайне незабываемым, эффектным, просто захватывающим. И, блин, народ, если вы действительно не прошли эту игру, то я просто советую вам сейчас просто взять с первой части, если вы первую еще не прошли, пройти. Потому что, блин, оно того стоит! Это захватывающая вещь! Но, конечно, если вы действительно не прошли ее и посмотрели Last Play, за это вам просто спасибо! За уделенное внимание! Но, все-таки, я считаю, что лучше сначала прийти самому. В игре недостатков нет! Все, чего не хватало в первой части, доработанное и доведено до ума во второй. В том числе и сюжет. Я, помнится, жаловался, что не понимал суть, смысл всех этих красных фашистов, которые были в тоннелях метро и ссылался на то, что, как обычный среднестатический игрок, я не читал книгу, к сожалению, по метро, и просто мне не дано было понятия, к чему красную все эти фашисты ерунда. Здесь же это все в полной мере реализовано, все понятно, поставлено. Сюжет вообще отличный, за ним удобно и интересно следить, наблюдать. Я по мере всего прохождения вообще практически ни одной папки с бумагами не прочитал, а зря, я знаю, что это было сделано зря, но просто я бы счел это скучным, поэтому просто пропустил это все добро. Если же вы проходили или будете проходить, то советую почитать папки, потому что это очень важная часть, ведь метро, как вы знаете, оно же направлено на сюжет, оно сделано по книге и оно сделано для атмосферы, а читать записи это одна из тех вещей, которые действительно следует делать. Ну и, блин, в принципе, я не знаю, что еще добавлять ко всему вышесказанному. Единственное, что еще хочется вас поблагодарить за то, что были на протяжении всего этого прохождения, приключения со мной. И, в общем, спасибо вам и подписывайтесь, если вы вдруг как-то, как-то тут в первый раз, как-то, как-то вот так вот вдруг вдруг в первый раз и подписывайтесь на канал. И всем тортик! Субтитры создавал DimaTorzok